В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! 22 июня отмечался День памяти и скорби. Всем эта дата известна как дата начала Великой Отечественной войны. В гостях у нас кандидат исторических наук, доцент Департамента истории и археологии, Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Александр Исаев. Александр Александрович, добрый день! Добрый день! Ну, 22 июня, дата начала войны, всем известная. Но как начиналась война? Такой вопрос, казалось бы, простой, но я думаю, что он очень глобальный и масштабный. Как она начиналась? С чего она начиналась? От того, как полетели самолеты, до более чего-то серьезного. Ну, война началась 22 июня, официально это 4 утра считается дата. Ну, на некоторых участках фронта боевые действия начались раньше. То есть, в целом, можно сказать, что война началась 21 июня, когда первые диверсионные части перешли границу с Советским Союзом и атаковали прежде всего по стратегическим объектам. Это связь, мосты и так далее. Самолеты немецкой армии взлетели раньше, чем началось вторжение сухопутных войск, для того, чтобы оказаться над советскими аэродромами и основными точками коммуникации до того, как боевые части вермахта выйдут на оперативный простор. И поэтому, когда первые пушки загрохотали, авиация уже бомбила по стратегическим точкам сосредоточения в глубине советской обороны. Но ведь наверняка война началась, условно, война началась гораздо до тех самых первых бомбардировок и всего остального. Войну ожидали. Это будет таким заблуждением сказать, что Сталин не знал и не понимал, что война будет. И то обращение ТАСС, которое было опубликовано в газете «Правда» 14 июня 1941 года, оно как раз давало понять Германии о том, что Советский Союз, возможно, обладает информацией о том, что готовит Германию. И он вызывал, по сути, германскую сторону на переговоры по обсуждению тех конфликтных каких-то сторон, которые можно было решить дипломатическим путем. Но ответ со стороны германского правительства не последовал, и поэтому был отдан приказ о передислокации войск внутренних округов к границам. И война застала очень, именно эту передислокацию на марше. И они не успели к приграничным боям, но успели выйти на так называемую линию Сталина, которая была у нас по советской границе до 1939 года. И уже на линии Смоленска они оказали ожесточенное сопротивление. Это затормозило продвижение немецких войск и вынудило немецкие части переходить к обороне. Как и кто объявил о начале войны? В Советском Союзе начало войны было объявлено Вячеславом Михайловичем Молотовым, который в полдень выступил по радио и объявил о начале войны знаменитая его речь о том, что враг будет разбит, победа будет за нами. И призвал все население СССР сплотиться перед лицом немецкой агрессии. На Дальнем Востоке, естественно, об этом узнали позже. Это был уже вечер в связи с разницей во времени. И точно так же, как во всех крупных населенных пунктах Советского Союза, сразу население было охвачено патриотизмом, и очень многие стали записываться в военкоматы добровольцами на фронт. Интересно, что людей не охватила паника. У людей появилось, наоборот, чувство патриотизма, и человек пошел на фронт. Не у всех. Согласно рассекреченным архивным документам, с которыми мне, в том числе, пришлось ознакомиться, можем сказать, что некоторые области были подвергнуты панике. Во-первых, эта паника была не из-за того, что все понимали, что гибельность положения, что нужно сдаваться. Нет. Паника была вызвана отсутствием информации. То есть советская информационная система этих лет, она не предполагала каких-то либо альтернативности источников информации, либо всеобъемлющих источников информации, потому что радио работало не очень хорошо, в основном в удаленных регионах. Печать тоже выходила с опозданием, ну а телевидения, как мы знаем, не было. Поэтому здесь недостаток информативности вызывал как раз страхи. То есть паника была вызвана страхами о том, как будет все, что будет и так далее. И на первом периоде войны, вот как раз до осени 41-го года, отмечается в архивных документах как раз присутствие вот этой паники. Яркий пример – это вот паника в Москве в октябре, в середине октября 41-го года. Но эти все панические настроения удалось пресечь, как внутри трудовых коллективов, так и при помощи соответствующих специальных служб. Вот, потому что был издан соответствующий приказ о том, что паникеров, диверсантов, дезертиров расстреливают на месте. Вот, и за два дня удалось, кстати, вот в Москве, в частности, удалось решить эту ситуацию. На Дальнем Востоке тоже были подобные мероприятия проводились, но здесь в основном была паника из-за того, что ждали удар Японии. Потому как уже были прецеденты – это боевые действия в районе озера Хасан в 1938 году, в районе реки Холхенгол в 1939 году и крупная Квантунская армия. Она стояла неподалеку, буквально от Владивостока, здесь 60 километров, и была в любой момент готова нападать. И как раз жители приграничных территорий, они, опять же, из-за недостатка информации, они подвергались таким паническим настроениям. Но в целом это быстро очень угасло. И патриотизм, который охватил, в том числе и жителей Владивостока, и Приморского края, и всего Дальнего Востока, он, конечно, впоследствии продемонстрирует сплоченность населения и на борьбу с общим врагом. И в значительной степени, как впоследствии будут вспоминать и командующие войсками, дал тот душевный, материальный и моральный потенциал для будущей победы. Кто был руководителем СССР? Сталин. Да, Иосиф Виссарионович Сталин. Он и не выступил вначале, потому что считал, что ему выступать рано. Потому что здесь еще не то, что он испугался, как говорили раньше, закрылся на даче и так далее. Нет, потому что он еще понимал, что вопрос возможно решить дипломатически, что это провокация. Понимаете, очень сложно в тех условиях, в отличие от сегодняшних, когда интернет, у нас связь и так далее, тогда было очень сложно увидеть, действительно ли это широкомасштабная агрессия. И только когда со всей линии соприкосновения с Германией стали даваться соответствующие отчеты, было понятно, что война произошла, и именно вторжение, и окончательную точку было поставлено, когда посол Германии в СССР, Шоленбург, он достал соответствующую ноту в Кремль, передал ее Молотову, и Молотов сказал, что это война. Тогда какие действия последовали? Тогда последовали действия, это приказы от контрнаступления Красной Армии, для того, чтобы разгромить вторгшиеся на территорию СССР войска, выбить его за пределы СССР, и атаковать в районе, в районной польских городов, для того, чтобы уже перейти к войне на чужую территорию. Но это выполнить было не суждено, потому что в Москве, во-первых, в Кремле не владели всей полнотой информации, так как связь была нарушена с многими частями, и они исходили из всех данных, которые были на 21 июня, по местам сосредоточения и так далее. А вот как раз-таки ситуация, она развивалась настолько стремительно на фронте, что приказы они не поспевали, а в части для их выполнения. И в этом была очень большая проблема, потому что политработники, которые находились вместе с офицерами, они должны были следить за выполнением приказов, и далеко не всегда они адекватно оценивали обстановку, потому что для них выполнение Москвы было главным. А все-таки генералитет, офицерский состав, они как раз исходили из оперативно-тактической ситуации на определенном участке фронта. Какие страны Западной Европы были агрессорами? Ну, основным агрессором у нас является фашистская Германия, нацистская Германия. Также в составе войск, вторгшихся на территорию СССР, были представители всех европейских государств. Как сейчас? Да, также там были и даже португальцы, которая официально была нейтральной, в составе испанской голубой дивизии, которая была под Ленинградом, наступала на Ленинград. Были и словаки, и румыны, и венгры, были и поляки, были практически все. Но об этих страницах они предпочитают молчать сейчас, так как после 1945 года считается, что виновником был только Гитлер, чуть ли не лично он, а остальные вот под принуждением. Ну, во-первых, испанцев никто не принуждал, вот, и все приняли участие, потому что каждый из сторон здесь, чтобы мы понимали, почему они участвовали, каждый рассчитывал получить определенный лакомый кусочек либо территории, либо ресурсов. Да, практически каждая страна выступала против России. Да, им это выгодно. Им это выгодно было. А потом все сказали, нет, мы не при делах. Да, когда разбили уже, они начали быстро переходить. Причем этот переход отмечается уже с 1944 года, когда советские войска уже освобождали Европу, они очень быстро подписывали соответствующие договоренности, уже выступали на стороне победителей. Ну, принцип тот же самый, что был и в отечественной войне 1812 года, поэтому здесь удивляться не приходится, и история циклична, это показатель. Мне интересно всегда вот в этой истории, что Россия прощала. Да, в конечном итоге Россия прощала, потому что мы всегда верим в лучшее, то есть в совесть, в душевный аспект, нельзя забывать, что Запад все-таки думает больше об обогащении, да, и финансово-материальный ресурс для него является основополагающим. Что такое план Барбаросса? План Барбаросса – это план нападения на Советский Союз, который разрабатывался в 1940 году, окончательно был утвержден в декабре 1940 года. Активную роль, кстати, при разработке этого плана сыграли ведущие немецкие генералы, и одним из инициаторов создания этого плана и разработчиком будет фельдмаршал Паулюс, который попадет в плен под Сталинградом, и он будет давать признательные показания впоследствии на Нюрнбергском процессе, где полностью заявят о том, что план вторжения готовился заранее, и нельзя назвать вторжение в СССР как превентивной войной, о чем говорил Геббельс в начале, войны. Этот план предусматривал удар по трем направлениям, на север, на Ленинград, центр – это через Минск, на Москву, и на юг – это Киев, захват. Ну и в последующем выходе на линию Архангельск-Астрахань, за шесть месяцев планировался этот выход, впоследствии создание на этой территории буферных государств, советское население, население СССР должно было быть сокращено при помощи физического устранения, до размеров где-то, ну, собирались составить где-то до пяти миллионов человек, как обслуживающий персонал. То есть по факту план предусматривал ликвидацию не только советского государства, как государственной системы, но и ликвидацию людей, проживающих в этой территории. Да, поэтому здесь и рассматривался вопрос геноцида на Нюрнбергском процессе впоследствии, именно ликвидация, физическая ликвидация людей, о чем есть очень много документов, потому что вслед за немецкими войсками шли так называемые зацкоманды, которые занимались как раз и полной ликвидацией населения, территории. Кто руководил обороной и контрнаступлением советских войск под Москвой в 1941 году? В 1941 году контрнаступлением советских войск руководил Георгий Константинович Жуков, которого в спешном порядке вызвали из Ленинграда. Именно когда под Ленинградом сложилась критическая ситуация, его направили туда, и он смог создать оборону города, действуя эффективно, его пригласил Сталин под Москву и ему передал образы правления не только по обороне столицы, но и по подготовке к контрнаступлению советских войск. На мой взгляд, он справился с этим очень грамотно. Во-первых, у него была опора среди высшего советского генералитета. Это и будущие герои Советского Союза, как Маша Укунев, это и Рокоссовский, и другие советские военно-начальники, которые также очень грамотно проводили спецоперации. Исходя, опять же, грамотно, очень многие здесь путают с тем, что вот жертвенность, да, когда ставят в УКО, что много людей, но надо понимать, это исходило из той ситуации на тот период времени. Во-первых, необученное пополнение в значительной части. Во-вторых, даже если ты будешь обучен, первый бой, он самый сложный. И потери, как раз они были в первых боях. Нужен обстрел, нужна реальная боевая обстановка, чтобы уже увидеть, кто есть кто. И как раз было, и увидели, что советский солдат, да, может, многое, и контрнаступление это показало. А какое было значение вообще этой битвы? Битве за Москву было значение, это первый разгром крупный. Вот по результатам этого разгрома будет снят документальный фильм, который получит Оскар. Первый Оскар, именно разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Это и военная акция, и идеологическая акция, прежде всего пропагандистская. Стоило показать всему миру, что немецкую армию можно разбить, и стоит бить дальше. И поэтому здесь, конечно, для населения победа. Она выстраивала вот этот стержень стойкости, укрепляла его в будущих боях, где мы и увидим в будущих сражениях как раз стойкость, выносливость советского солдата и путь его к победе в будущем. А какое значение было Сталинградская и Курская битвы тогда? Сталинградская битва – это коренной перелом в ходе войны, потому что на небольшом участке фронта было разгромлено значительное количество дивизий. Впервые в советский плен попал фельдмаршал. Но главным моментом, что немцы после 43-го года они уже перешли в разряд обороняющихся. То есть они уже под Сталинградом потеряли стратегическую инициативу. А во время Курской битвы окончательно ее лишились и были вынуждены только контратаковать на узких направлениях. Уже они исчерпали тот ресурс возможностей, чтобы продолжить свою операцию на территории СССР согласно первому плану «Барбаросса». Что касается блокады Ленинграда, это такая огромная и, наверное, самая болезненная, мне кажется, одна из самых болезненных в истории войны. Да, история войны. Здесь стоит отметить сразу, что очень многие в основном в 90-е годы говорили, что надо было Ленинград сдать, что жертвенности не было такой. Но это, как правило, те, кто не знаком с документами, которые уже есть в наличии, можно с ними ознакомиться, где предполагалось население таких городов, как Ленинград и Москва, ликвидировать полностью. То есть их окружить, расстреливать из всех орудий, бомбить, окружить впоследствии колючей проволокой, ежами, поставить везде противотанковые, противопехотные мины. И даже те, кто собирался бы сдаваться, их предполагалось уничтожать на месте. Мне кажется, если бы мы сдали Ленинград и Москву, мы бы автоматически проиграли. Да, Ленинград нужно было держать, потому что он сковывал войска группы армии «Север» и финские части, которые наступали с севера на Ленинград. И, во-первых, во-вторых, Ленинград был очень такой сильной экономической базой. Там были заводы, которые выпускали, единственные заводы в СССР, которые выпускали там, Клим-Ворошилов КВ, и это был центр такой промышленности. Плюс к тому, что в Ленинграде и в Кронштадте базировались боевые суда Балтийского флота, который также вот сдерживал наступление немцев. И если бы Ленинград пау, то высвободились бы части, и немцы бы на 100% захватили бы в Москву в ходе операции 41-го года. А сколько длилась блокада Ленинград? Блокада длилась, по-моему, 886 дней, то есть около 900 дней. Больше всего погибло от голода людей, то есть от артобстрелов, от бомбежек, погибло, по-моему, 2% из всех погибших. То есть это колоссальная цифра. Люди умирали, умирали на предприятиях, дома, но, тем не менее, был стимул идти на работу, жить, то есть движение, снабжение было не очень хорошим. В основном здесь опять же критикуют Сталина за то, что он, так сказать, не перевез значительную часть продукции туда, но в таком городе нельзя было сконцентрировать значительную часть продукции, чтобы обеспечить хотя бы на полгода. Потому что если мы представим и подумаем, сколько потребляет город-миллионник в сутки просто хлеба, это же и мука, это вода, соль, электричество и так далее, это сколько транспорта нужно, чтобы завести только для хлеба, не считая мяса, овощей и так далее. И сосредоточить именно продовольствие было, в принципе, невозможно, но, тем не менее, старались помогать, создали воздушный мост, потом создали дорогу жизни. Вот что это такое? Да, дорогу жизни. Причем здесь стоит отметить, что и в летний, весенний-осенний период она тоже работала. Были созданы специальные суда, плоскодонные, нагруженные опять же и боеприпасами, и продовольствием, которые доставляли в осажденные Ленинград продукты. Вот это в значительной степени спасало Ленинград. И удалось сконцентрировать именно войска для прорыва блокады. Прорвать блокаду, конечно, можно было в 1942-м, но значительная часть войск была передислоцирована на московское направление. Вот операция «Марс» под Москвой, это как раз же Оржевско-Вяземский выступ. И плюс необходимы были войска для обороны под Сталинградом. Поэтому операцию пришлось переносить на 1943 год. И в 1943 году была прорвана блокада, окончательно была снята уже в 1944 году. Как называлась операция, когда Красная Армия завершила Великое Отечество? Это была операция, которая войдет в Книгу рекордов Гиннеса. А, даже так? Да, одна из самых крупных операций. Операция, берлинская наступательная операция. Причем эта операция была подготовлена очень искусно. Ну, как в любой прекрасно подготовленной операции, всегда и слабые места, и этим слабым местом стало вот такое слабое продвижение на направлении главного удара через Зейловские высоты, где немцы сосредоточили большую оборону. Но здесь, опять же, в кавычках, даже не в кавычках, этому помогли сами союзники, которые перестали стремительно наступать на Западном фронте. И это позволило немцам сосредоточить значительные воинские формирования против советских войск. Но, в целом, операция была успешной. О тех якобы больших жертвах, которые были понесены в ходе этой операции, там называлась цифра чуть до 10-12 миллионов в 90-е годы, точно так же, как про штурм Кёнигсберга. На самом деле цифры были не такие, цифры были гораздо ниже. Ну, здесь как раз и проявилось воинское искусство и мастерство по владению таким крупным населенным пунктом, которым являлся Берлин. Ну, а когда и как все-таки завершилась война? То есть мы все знаем, да, тут 9 мая 1945 года. Но бои-то еще продолжались? Бои продолжались, да. 9 мая по Москве, по московскому времени, по европейскому, это 8 мая, поэтому они отмечают 8 мая. Был подписан договор о капитуляции немецко-вширских войск, но бои продолжались. И вот советская армия, войска маршала Конева, они как раз совершили марш-бросок на Прагу, где было пражское восстание, и эсэсовские дивизии. Они очень сильно сопротивлялись этому. И в честь этого события благодарные чехи поставили памятник в Праге, который, к сожалению, не так давно они снесли. Вот как раз маршалу Коневу, войска которого освобождали этот момент. Но в целом война заканчивается у нас официально 12-14 мая, когда последние немецкие части начинают сдаваться на Курлянском полуострове в Прибалтике и ряд других небольших гарнизонов. Именно вот в эти числа заканчивается прием немецких военнопленных, и война, Великая Отечественная война на этом заканчивается. Заканчивается. Герои Советского Союза, кто они? Войны имеется в виду? Это герои прежде всего, да. Это люди, которые на своих... Я не побоюсь этого слова, что все участники войны – это герои. Каждый, да? Каждый из них. Да, каждый солдат, потому что пройти такую страшную войну – это нужно очень иметь такую стойкость, силу воли, самопожертвенность. И поэтому каждый герой, и на мой взгляд, акция, которая проводится в стране, в нашей – это «Бессмертный полк» – это как раз дань памяти каждому герою в семье. И ведь многие из тех, кто реально герои, они, к сожалению, не получили ни ордена, ни медали, ни соответствующую звезду Героя Советского Союза, или получили уже посмертно. Поэтому я считаю, они все герои. И о героях можно говорить очень долго. В основном мы знаем героев, которые там в 42-м году, да, мы знаем Брестскую крепость, примеры. Опять же, но мы мало знаем о героях периода 41-го года отступления. Мы узнаем об этом только через некоторое время по немецким трофейным документам, которые отмечали героизм и стойкость советского солдата. Поэтому считать 41-й год годом поражения не стоит. Ведь если бы действительно поражение, тогда бы и Москва была сдана. И именно эти герои, они задержали продвижение немецких войск и сорвали уже в первые месяцы войны план «Барбаросса». Потому что, в частности, как отмечал Симонов в своем произведении «Живые и мертвые», что немецкие генералы впоследствии будут называть июль месяцем обманутых ожиданий. И здесь как раз произойдут знаковые события. Это оборона на линии Сталина, на линии Молотова, так называемая. Это подвиг Николая Сиротинина, который один за боевым орудием смог уничтожить 11 немецких танков. Один. Семь бронемашины немцы в течение двух часов не могли понять, откуда огонь. То есть искусство, самопожертвенность. Он прекрасно понимал, что ему было 20 лет. Ну что такое 20 лет? Да, и таких людей было очень много. Нельзя говорить, что это просто, как привыкали называть, что это советская пропаганда, что комиссары гонят в бой. Нет. Ведь воевали не за Сталина, по сути. Воевали за дом, за родину, за семью. Потому что здесь образ Сталина стал таким вот объединяющим все эти моменты. И люди понимали, что они в каждый бой идут как в последний бой. Так же, как я студентам, когда объясняю этот вопрос, я говорю, ну вот вы представьте, что ты сидишь в траншеи с ружьем и командируешь. И знаешь, что это последний раз. В атаку, да. Тебе нужно встать в траншеи. Тебе нужно встать на бруствер под огнем противника и бежать. Еще добежать, еще там, овладеть траншеями и так далее. Проживи этот момент. Он говорит, это невозможно. Это как же. Поэтому мы должны чтить своих прадедов, дедов, которые отдали жизни и которые дали победу нашей стране. Потому что эта победа, это действительно, я считаю, самым важным элементом формирования патриотизма в нашей стране. И не только патриотизма, а эту войну нужно знать, помнить, потому что это была война на самосохранение. На Дальнем Востоке война была. Почему я задаю этот вопрос? Потому что, читая различные паблики и комментарии и все остальное, можно наткнуться на мнение, что да что тут на Дальнем Востоке? Тут на Дальнем Востоке войны не было. Поэтому я и спрашиваю, была на Дальнем Востоке? Здесь была трудовая война. Здесь была война, наверное, даже еще немного сложнее. Потому что там ты знаешь, кто противник. И сталкиваешься с ним в лоп-лоп. А здесь ты живешь, и Дальний Восток, и в частности Приморский край, жил в ожидании. Ведь ожидание – это хуже самой смерти. И поэтому наша страна была вынуждена держать здесь, на Дальнем Востоке, значительные воинские части. И ожидание скорой войны, оно, конечно, усугубляло все эти моменты. Опять же, мы уходили на фронт. И здесь повезло еще, опять же, нашей стране в том, что вот эти провокации японцев, которые были до войны, 1938-1939 год, они позволили сконцентрировать здесь войска, которые в очень удачное время окажутся под Москвой, под Сталинградом, под Курском, и смогут остановить немецкие войска. Потому что первые части начали передислоцироваться в конце июля 1941 года. Вот, потом будет в августе, в сентябре и так далее. Причем это не только дивизии и формирования, которые здесь были кадровые. Они формировались из населения регионов. В основном туда не брали узких специалистов, потому что они нужны были на производстве. Так как здесь нужно было также держать оборону, не зная, нападет ли японец или нет. Помимо военной техники и кадров, туда передислоцировались также корабли Тихоокеанского флота. Яркий пример – это 1942 год передислокация 11 подводных лодок, в том числе и знаменитая С-56, которая стоит у нас на площади. Она прошла весь Тихоокеан через Панамский канал и в Полярный, где приняла участие в боевых действиях. 10 кораблей было потоплено, 4 было повреждено. Немцы более 40 раз считали ее потопленной. Но она оживала и вела огонь по врагу, поэтому получила звание «Гвардейская». Большие проблемы здесь были в области снабжения продуктами питания населения Дальнего Востока и Приморского края, потому что мы в значительной степени зависели от завоза продукции сюда, так как территория Дальнего Востока была территорией такого экстремального землевладения всегда. Поэтому уже с конца 1941 года вводятся карточки на продовольствие, причем далеко не все карточки можно было отоварить. Появляется и черный рынок. Власти закрывали на это глаза, потому что понимали, что только черный рынок способен обеспечить полностью. Конечно, они это не одобряли, но они были вынуждены с этим мириться. Был очень острый жилищный вопрос. Нехватка многих товаров, причем товаров первой необходимости. Приходилось их заменять местным производством. То есть налаживали выпуск с нуля, выпуск товаров здесь различных. То же самое касательно снарядов. То есть на Дальнем Востоке до войны не выпускался ни один снаряд боевой. То есть наладили выпуск сами по собственным чертежам. И люди старались работать очень ответственно. Причем здесь стоит отметить, что квалифицированных кадров было очень мало, так как Дальний Восток и Приморский край в частности не успел закончить индустриализацию полностью. Предприятий, которые были способны обеспечить, их было очень мало. И в основном работала молодежь или старики на предприятиях. Конечно, они были неквалифицированы, было большое количество брака. Однако введение обучения на производстве в том числе привело к тому, что опять же согласно документам значительное количество брака сокращалось. И к концу 42-го года оно сократилось на 75-80%. Причем это отчеты реальные, которые говорят о силе советского человека, превозмогая все лишения и проблемы, работать ответственно и работать на результат. Большую роль также здесь оказали транспортники Дальнего Востока. Нельзя забывать, что значительная часть грузов по Ленд-Лизу шла через Дальневосточные порты. В основном здесь везли не военные товары, а товары продовольственные. Потому что все практически советские суда проходили пролив Лаперуза. И нельзя забывать, что южная часть Сахалина была под японским контролем. И очень часто советские суда досматривались японцами. И провоз танков, авиации разобранная, она бы сразу бросалась в глаза. Поэтому везли муку, везли тушенку, яичный порошок, шоколад, резину, трансформаторы, рельсы, сборные вагоны, шпалы и так далее. То есть везлось тепловозы. Все, что могло бы обеспечить жизнедеятельность. Обеспечивало, да, жизнедеятельность. И поэтому значительно, кстати, момент снабжения, опять же, американской тушенкой, которую прозвали Второй фронт на фронте. Здесь это спасло, конечно, от голода. Причем, несмотря на политическую конъюнктуру и в советский период, и сейчас, мы не забываем о вкладе союзников. В отличие от наших союзников, которые очень часто забывают о вкладе Советского Союза. Мы всегда это подчеркивали. Но сразу стоит отметить, что без этих поставок СССР бы выиграл войну. Несомненно. Но какая бы цена была бы, конечно. И этот момент очень показательный. И очень портовики, в частности, провели очень такую героическую работу по модернизации порта Владивосток для приема крупнотоннажных кораблей, судов, которые везли к нам эти грузы. Также через Дальний Восток проходила знаменитая трасса Алсиб, Аляска-Сибирь, по которой перегонялись американские самолеты по Лан-Лизу. По-моему, более 15 тысяч самолетов перегнали. То есть здесь тоже, конечно, большой плюс. И Дальний Восток здесь сыграл большую роль. Последний вопрос задам. История. Говорят, что история циклична. Что ее нельзя забывать. Именно по этой причине. Чтобы помнить о том, что когда-то было, и чтобы этого не повторить. Вы с этим согласны? Я с этим согласен. Но, к сожалению, время стирает в памяти людей. Очень многие моменты. Но ключевые моменты, они должны сохраняться в памяти. Прежде всего, памяти о героизме, о мужестве советского человека. Да, это как раз патриотизм такой. Потому что здесь эту войну нужно помнить. О ней нужно знать. Потому что это момент истины. Когда, если мы проиграли, нас бы не было. Вот это вот самое важное. И таких моментов в истории очень много. Ведь те, кто не знает свое прошлое, не может иметь право на свое будущее. И здесь показательным может также считаться то, что человек, забывая свое прошлое, им можно очень хорошо управлять в будущем. И направлять его туда, куда ему на самом деле не надо. Это, что иногда мы видим, происходит опять же в связи с определенной политической конъюнктурой. Когда специально забываются, специально переписываются. Такие попытки были у нас в 90-е годы. Где показать, очернить советское прошлое, что все плохо, что Сталин плохой, что закидали там трупами и так далее. Не вникая в суть происходящих событий. Поэтому для ликвидации, как фальсификации истории, необходимо не только публиковать материалы архивные, что сейчас делает Министерство обороны. Но, к сожалению, на мой взгляд, недостаточно полное. Но самым важным является популяризация этой информации. Причем на всех уровнях. Начиная чуть ли не с детского сада до пожилого возраста. Мы должны это знать, чтобы не повторялась эта трагедия. Да, я желаю, чтобы никакой трагедии больше не повторилось. Особенно в сегодняшних непростых политических условиях. И мира, наверное, нам всем над головой. Да, мира нам всем над головой. И главное – безопасности. Потому что человек больше всего думает о своей безопасности. И государство, оно прекрасно это понимает. И старается обеспечить безопасность. Причем, если даже простой человек это не понимает. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы вспоминали историю Великой Отечественной войны. В гостях у нас был кандидат исторических наук, доцент Департамента истории, археологии, Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Александр Исаев. В студии работала Юлия Роакотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин